В день памяти павших воинов в конфликте на Северном Кавказе ветераны боевых действий собрались у мемориальной стел на улице Глинки. 11 декабря 1994 года в России началась операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне, также известная как Первая Чеченская война. Противостояние федеральных войск и вооруженных формирований непризнанной республики Ичкерия продолжалось с декабря 1994 года по 31 августа 1996 года. А вот спустя эти уже 26 лет есть понимание ради чего и для чего входили туда федеральные войска? Ну у меня есть понимание, потому что, скажем так, я видел очень много наемников, я видел очень много зла, которое они совершили. То есть они совершали теракты, мы по этим терактам работали, гибли в этих террористических актах не только военнослужащие и сотрудники органов, но и ни в чем не повинные мирные жители. Вот взрывы жилых домов, взрывы во время каких-то массовых мероприятий, взрывы на рынках, взрывы в транспорте общественном. Я как бы знал, что я делаю и мне не стыдно за это. У нас очень много ребят погибло, помимо ОМОНовцев. Один подвиг только берила, что стоит, когда человек сам остался на смерть, зная об этом, прикрывать отход своих товарищей. Будучи, скажем так, уже раненым и погиб геройской, как говорится, смертью. Статистику по району не проводил. Я проводил ее по всей чеченской кампании, начиная с 1991 по 2005 год. На данный момент эксперты сходят к сведению, пришли к мнению, что погибших от 70 до 90 тысяч человек. Это включает вооруженные силы, МВД, ФСБ, то есть силовые наши структуры, мирные граждане, боевики и мирное население, погибшее от терактов в Москве, в Волгограде и везде в остальных местах. Но эти цифры до сих пор никто подтвердить не может. Почему? Потому что это очень болезненная тема для государства. 2 марта 2000 года в ходе боевого столкновения на территории Чечни погибли 22 бойца, 17 из них сергиево-пасадцы. Это самые крупные потери в ходе конфликта на юге России для сергиево-пасадского ОМОНа. Наше подразделение у нас в районе понесло, конечно же, наибольшие потери в нашем районе, которые, скажем так, до сих пор не дают нам забыть эти даты. Хочется сказать спасибо всем ветеранам, которые сегодня пришли, которые не смогли прийти до каких-то обстоятельствах. Хочется, наверное, пожелать тем, кто сегодня продолжает службу, самое главное, тех, кто, как говорится, до сих пор в сапогах, чтобы не было у них таких трагических больших потерь в командировке. В Священном Писании хорошие слова. Если мать забудет своих детей, то Бог никогда не забудет человека. Поэтому нам важно в этот день помнить имена, помнить события, обстоятельства, чтобы никогда не забывалось то, что было, то, что происходило. Если когда-то повторится, не дай Бог, подобное, чтобы знали, что все это ни даром, ни напрасно. Множество мирных жизней людей сохранились благодаря подвигу, благодаря тому, что кто-то отдал жизнь. Имена многих павших солдат отчизны пока неизвестны. Ветеранские организации Сергиево-Посадского городского округа ведут работу в архивах Министерства обороны по поиску земляков, павших в локальных войнах и конфликтах. Все найденные имена будут увековечены на мемориальной часовне при храме Петра и Павла. Семен Семенов, Сергей Власов, День города.